Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы вновь с вами на нашей передаче «Диалог под часами». И сегодня у нас в гостях Михаил Желтов. Отец Михаил занимается очень хорошей темой, и вот мы об этом и поговорим. Отец Михаил в юности занимался физикой и в этой области приобрел некоторую такую важную возможность способности мышления, которая дает ему, как я чувствую, сейчас я хочу у него об этом спросить, такой общий взгляд на ту тему, которую ты занят последние 15 лет, а именно вот литургика Восточной Христианской Церкви. Правда ведь физика помогает? Конечно. Вот я это очень чувствую, потому что у тебя какой-то такой вот прям подход, ну, прям, я бы сказал, астрономическо-математический. Систематический подход. Да. Вот это подкупает. Ну и потом, мне кажется, что вот такого масштаба специалистов у нас, кроме тебя, больше нет. Ну, это не так. Есть профессор Московской Духовной Академии Алексей Мстиславович Пентковский, который, кстати говоря, мы обсуждали с ним вопрос о том, помогает или мешает, естественно, научное образование в занятиях церковной истории, церковными науками. Вот Алексей Мстиславович окончил химический факультет, он химик, и он также полагает, что систематическое мышление очень помогает в занятиях церковными науками. Ну, я тоже, как бы, в детстве занимался математикой, и, мне кажется, это чрезвычайно помогает. Это, во-первых, даёт очень хорошую интерпретацию при изложении, которую гораздо легче уловить в итоге, когда вот это изложение. Потому что литургика, если бы взять весь корпус, это очень стройное такое сооружение. Там есть своя архитектоника. Всё так. Единственная оговорка состоит в том, что у людей, окончивших, прежде всего, математическое или что-то ещё учебное заведение, у них возникает порой гордыня, что они всё могут, что им достаточно знания математики, чтобы заниматься, например, историей. Я не буду называть имена, но можно догадаться, что некоторые математики слишком вольно интерпретируют историю. И это неинтересный пример. Да простите меня, но это же шизофрения. Да, но это как раз пример того, как естественное научное образование может помешать гуманитарию, человеку, который решил заняться гуманитарными исследованиями. Нет, ну тут просто что-то болезненное, конечно. Есть другие примеры. Да, есть. Слава Богу, я их не знаю. Вот. Ну, понятно. Ну, вот я хотел поговорить вообще о литургике. Именно, чтобы ты нам прочёл и нашим предполагаемым слушателям лекцию минут на пять. Введение в предмет. Потому что у тебя, я уверен, это лучше получится, чем у меня, как специалист. Вот. И потом, отталкиваясь от этого, мы пойдём дальше. Хорошо. Давай. Литургика – это наука о богослужении. Ну, правильно ведь ты назвал это наукой? Или сейчас это уже шире как-то звучит? На самом деле, литургика вся включает как научную компоненту, так и понятие литургика, так и практическую. Потому что любой священнослужитель, если он не знает, что такое литургика, не знает, как служить, он просто профнепригоден. Он не может правильно служить. То, что он делает, вызывает массу вопросов. Поэтому изучение литургики начинается с изучения церковного устава. Бывает. Ну да, это такая основополагающая книга, которая вот управляет нашим... Да, и церковный устав, и церковные практики. И бывает, что людей литургика интересует помимо церковной жизни. Такое тоже случается. Да, я вот встретил тоже в своем молодости одного такого немецкого профессора, лютеранина, пастора, который спросил, а на сколько у вас канон читают? И я говорю, как, на 14. А он говорит, да не может быть, я к вам приеду. Я так поразился, что вот есть специалисты в Германии, которых вот это вот интересует. Есть, да, разные мотивации у людей. Некоторых интересует что-то вот такое эзотерическое, что в богослужении по их представлениям содержится. У кого-то еще что-то. Но все-таки полноценное освоение литургики должно начинаться с освоения практической стороны дела. То есть как служить, зачем служить, кто где должен что читать. И самое главное, почему люди вообще в этом должны принимать участие. Следующий шаг, который делает человек на этом пути, это вопрос или вопросы. Потому что кого-то устраивает просто посещение богослужений и, в принципе, им больше чего не нужно. Ну, большинство. Да, большинство. Но некоторых все-таки волнует, а зачем? Почему так, а не так? Как более правильно? Откуда это взялось? Как правило, те люди, которые такие вопросы задают, они часто и являются священнослужителями. Потому что человек выбирает это служение, потому что ему не безразлично то, что происходит в храме. Ну, не только. Бывает, что и среди мирян, и как тех, кто только недавно начал ходить в храмы, давних чат, церкви, вот эти вопросы занимают. Как на них ответить? Можно ответить на них, исходя из просто содержания самих служб. Что, в принципе, совершенно естественно. Да, это прекрасная иллюстрация, да. Можно ответить на эти вопросы, попытавшись угадать какие-то символы, которые за этими службами стоят, или какими-то элементами службы. Это путь символических толкований. Он был чрезвычайно популярен в Византии и в Древней Руси. Ну, и в XIX веке было. Да, и вплоть до XIX века. В наши дни, видимо, мышление людей изменилось, и вот эти толкования, в общем, находятся в целом в забвении. И даже некоторые авторы высказывают пренебрежительные к ним отношения, с чем я не могу согласиться, поскольку это многовековая традиция, нужно ее уважать. Но действительно, с современным человеком это... Но это связано с литурническим богословием, вот... Ну, как бы в них некая присутствует искусственность, да, вот это есть. Но как все-таки ответить на вопросы, на которые не может ответить непосредственно техслужбы и символика, очевидно, условная? Тут на помощь приходит уже, собственно, научный метод. И вот здесь начинается наука. Здесь литургика перестает быть церковно-практическим предметом, а становится научной дисциплиной, потому что применяются методы исторического, филологического, археологического исследования к тем или иным вопросам церковного... Да и лингвистического? ...вослужения лингвистического, безусловно. Тебе какие-то языки пришлось изучить? Да, мне пришлось изучить. Для работы в области истории церкви, литургики, патрологии, библеистики, человеку необходимо знать в той или иной мере, не обязательно в совершенстве. Основные европейские языки просто, чтобы читать научную литературу. А также учить древние языки. Прежде всего, древнегреческий язык, если мы говорим о византийском богослужении. Но и без латыни тоже нельзя, хоть латынь и язык богослужения в католической церкви, но и для серьезного исследования православных материй. Да, параллельность. Латынь тоже нужна, да. Также коптский мне пришлось изучить. Это язык богослужения в христианского Египта был. Чуть-чуть я начинал арабский, правда, честно говоря, не доучил. Ну и некоторые другие. А из европейских? Из европейских я с детства хорошо знал английский, за что очень признателен своим родителям, которые меня отдали в английскую школу. Но для работы мне пришлось научиться читать на немецком, французском, итальянском, новогреческом. Без этого нельзя работать всерьез. Всерьез? Да, конечно. Ну вот. Хотя сейчас... Хотя сейчас... Хотя я ничего этого не знаю. Да, сейчас некоторые пользуются автоматическим переводом. Он, кстати сказать, продвинулся вперед. Но все равно для серьезных научных текстов, конечно, автоматический перевод никуда не будет. Ну да, все равно до переводителей приходится. Это только для каких-то новостей, документов простых. Ну да, да, газетные тексты. Где можно и врать безбожные, в общем... Это да. А это же не наука. Это да. Вот. Хорошо. Пойдем дальше. Вот мы пришли во вторую часть научную. Какие проблемы вот в литургике, как науке, они у тебя вызвали первичный интерес, который понудили тебя этим заниматься. Ну, помимо естественного, потому что каждый православный парень, он обычно хочет вообще с этим раздобраться, особенно с таким образованием, как ты. А что еще вытекает? Что это значит? И что мы будем с этого получать? Это я все понимаю, сам это я проходил. А вот стать ученым, вот интересно, что тебя подвигло? Был такой какой-то импульс? Или это как-то эволюционно? Скорее, это было эволюционно. Хотя меня очень быстро, когда я стал ходить в храм, Митрофан Воронежского... Это я прекрасно помню. Меня очень заинтересовала тема литургии, как, из чего состоит литургия, что такое Евхаристия, вот эти... И также вопрос церковного устава, типикон. Вот эти две темы меня интересовали практически с самого начала моего пребывания в церкви. И я после окончания Свято-Тихоновского института остался там преподавать. Типикон, прежде всего. И тогда начиналось... Прямо как дисциплина, устав, да? Устав, да. И тогда начиналось... Потому что я уже на каком-то первоначальном уровне освоил, как раз на уровне устава, практики. И тогда начался большой проект православной энциклопедии, в который меня привлекли. И вот через это я и... Втянулся. Втянулся, да. И там статьи-то туда писал, да? Я писал... Ну, у меня уже были какие-то публикации до этого. Но, конечно, труд в православной энциклопедии, он просто заставил и меня, и некоторых других. Ну, такая большая научная ответственность, конечно. Читать очень много всего на все темы, даже которые казались мне неинтересными. Она вышла так, что они очень интересные. И это существенно мой кругозор расширило. Ну, и, собственно, само духовное образование его, оно, я думаю, тоже мне не пришло даром. Я же не могу надеяться. Да. Понятно. Ну, вот, а есть у тебя какая-то, ну, особая тема в литургии, которая, ну, как наибольшее твое внимание занимает? Или ты бы хотел бы все-таки да что-то там докопаться? Я несколько тем разрабатываю, как ученый. Так. Но основная, основной круг тем, я бы не сказал, что одна тема, основной круг тем связан с историей евхология. То есть собрание священнических молитв важнейших церковных служб. Это и литургии, и таинство крещения, брака и так далее. И разные другие священные действия, которые совершает священник. В русской традиции евхологии обычно делятся на служебник и требник. Да. Вот это моя, можно сказать, основная тема. История вот этих книг, их составляющих, их чинов. Ну, некоторые другие темы я тоже затрагиваю. Так сказать, пресс-виттерская часть тебя естественно заняла. Такое что. Ну, и ты занимаешься их происхождением. Да. Понятно. Происхождением, редакциями этих чинов. И редакции ты тоже занимаешь? Редакции, различные редакции. А как они, да, эти редакции складывались и и так далее. Ну, вот то, что мы имеем в русских служебниках и требованиях, это тождественно тому, что имеют греки? В настоящее время практически практически, да. Практически, да. Хотя греки за период 17 века свою практику несколько видоизменили, и отличия все равно есть. А изменили в чем? Переставили некоторые части служб местами. Например, на воскресных утренях в греческой современной традиции Евангелие читается не перед каноном, а после восьмой песни канона. Из расчета это сделано на то, что люди попозже могут прийти на службу. Утренец служится с утра в греческой традиции, и Евангелие перенесено на попозже. Смело. Или, например, в Великую Субботу стихи 17-й кофизмы с припевами над плащаницей, надгробное пение над плащаницей исполняется тоже не в самом начале утренней, а наоборот в конце. Вот, как пример. Есть и другие более мелкие отличия, но в целом как вот чисто механически идет от приходской практики, или этому есть некое оправдание внутри структуры службы? Дело в том, что в греческой традиции, в отличие от русской, приходская практика не прерывалась. У греков были, как и у нас, были монастыри, но кроме того, у них был древний, восходящий еще к временам Вселенских соборов, богослужения на приходах. И если монастырские типиконы фиксировались, то что монахи в монастыре имеют возможность зафиксировать свое богослужение. Они этим занимаются ежедневно, посещают богослужение, профессионально, у них есть время, есть ресурсы, то на приходах никто этим никогда не занимался. Приходских типиконов никто не писал. Служит и служит. Раз в неделю, там, или пару раз в неделю, как-то. Но вышло так, что вот эта практика приходская, она, конечно, не то, чтобы она была неизменной, она как-то трансформировалась, но к 19 веку она пришла как самостоятельная традиция у греков. И вот в 19 веке они ее зафиксировали. Так появился греческий приходской типикон, которым они сейчас пользуются. И вот то, о чем я сказал, вот эти отличия, это все зафиксировано вот в этом приходском или кафедральном приходском, потому что он же используется при архерии. И он с собором принят. Да, при этом формально типикон, как у нас, монастырский типикон, у них тоже действует, но считается, что это только для очень строгих монастырей. Даже в рядовых монастырях он тоже не применяется, применяется приходской устав. А у нас русская церковь в основном служит по тому самому типикону, который у греков считается особенно строгим. Ну, у нас тоже на приходе там редко кто в типикон заглядывает. Тем не менее, сама практика, сам чин строит служба, сама практика, она вот более монастырско-ориентированная. Поскольку у нас христианство принесено на Русь монахами и распространялось в основном через монастыри. Что неплохо, но просто исторический факт в этом заключается. Но так, вот такое вот полное соответствие между греческим текстом и русским текстом, так стало только после Никона. А до Никона было немножечко по-другому. А ты этот старопечатный тоже изучаешь? Изучал, да. Я вообще в основном работаю с рукописями, еще более древними материалами. Ну, и старопечатный, конечно. Ну, старопечатный, просто они повторяли эти много древних рукописей? Они, да, они ориентируются на рукописи, в основном рукописи 16 века, и не на самые древние. А, вы знали 16-го, да? Ну, за что брали за основу при печатании? Брали те рукописи, по которым они в тот момент сами служили. Они же не служили по очень древним спискам. Древние списки либо утрачены, либо хранились где-то как большая ценность в библиотеках уже тогда. Служили по рукописям, которые были в руках. Их же и брали за основу при книгах издания. Поэтому русские книги до Никона соответствуют русским же рукописям 16-го века. А там зафиксирована традиция несколько отличная от того, что мы видим в печатных греческих изданиях. Ну вот я хотел узнать это до передачи я не думал об этом, но вообще всегда хотел узнать. Вот это возникновение вот этой разницы традиции. Это прошло какая-то серия мутаций? Нет. Как это возникло в наше расхождение вот с греческой традицией? Если заглянуть вглубь веков в первые тысячелетия по Рождестве Христовым в эпоху Вселенских Соборов, то оказывается, что в разных крупных христианских центрах служили совершенно по-своему. В Константинополе был один богослужебный начинник, в Иерусалиме другой. Ну это известно. Например, в Константинополе основная литургия в эпоху до иконоборчества была литургия святителя Василия Великого. В Иерусалиме была литургия Апостола Аква. Другой текст, много разных особенностей, много чего разного. После иконоборчества происходит унификация в православном мире. Те сообщества, которые от православной церкви отпали, копты, сирийцы некоторые, они, может быть, сохранили местные локальные чины. Но в православном мире, в греческом мире и примкнувшем к этому миру... А копты, что отпали в VII веке? Копты отпали раньше. Но в эпоху иконоборчества происходит унификация. Унификация в православном мире. Она происходит примерно в VII-VIII веке, в IX веке она уже произошла. То есть весь греческий, а также грузинский, а затем и славянский, частично арабский, те арабы, которые были православными. Вот эти миры, все они переходят на ту традицию, которая нам сейчас и привычна, как именно православная традиция. То есть основная литургия уже даже не Василия, а Златоустра. Василия служит иногда, как такой рудимент более древней традиции. Ну и так далее. То есть это и есть наше православное богослужение. Но, тем не менее, несмотря на то, что весь православный мир это богослужение вобрал, а в чем его преимущество было, вот этого нового чина, который сложился в VII-VIII веках? Преимущество в том, что он в себя вобрал лучшее из нескольких в области гимнографии в нашем богослужении доминирует канон. А канон это палестинский жанр, не константинопольский. Древний константинопольский кондак остался только в виде маленького предисловия, потому что древний кондак в себя включал много-много строф, а в нынешнем кондаке только предисловие и одна строфа, один икос. То есть эта традиция является синтетической, она выбрала в себя разные, за счет этого стала очень богатой и многогранной, и за это мы ее и любим. Православная традиция. Но в некоторых регионах, удаленных от Константинополя, вот осколки этих не константинопольских традиций сохранились в большей мере. В Южной Италии, например, греки очень много имели особенностей в своем богослужении и даже продолжают их сохранять. Дело в том, что юг Италии, населенный греками, постепенно превратился в итальянцев. Ну да, так по виду они, конечно, греки. И мафия там неспроста. Вот и на юге Италии. Там еще арабы. Я об этом думал, но мне было сведений. Арабы там еще побывали. В Сицилии некоторое время владели арабы. И вот этот компот из греков, бывших арабов, он привел к интересным результатам. Получили сицилианцев. Да, но в рукописях, происходящих из Южной Италии, а из Южной Италии происходит много греческих рукописей, масса интересных богослужебных особенностей. И важный факт состоит в том, что древнейшие славянские богослужебные книги содержат не практически те же особенности, что в Южной Италии, но в чем-то схожие. А это что, с торговлей как-то связано? Это, наверное, связано с тем, что первый славянский корпус богослужебных книг сформировался на противоположном берегу Адриатического моря. Балкан. И оттуда уже распространился по славянским территориям. После этого был этот корпус, первоначальный корпус богослужебных книг. Он несколько раз редактировался, менялся, но все-таки вот эти неконстантинопольские локальные какие-то местные вещи в нем сохранялись очень долго. Также, конечно, сказалось то, что Московская Русь в 16 веке была предоставлена практически сама себе. И тоже определенные процессы происходили. Поэтому к 17 веку богослужение Русской Церкви сохраняло, при том, что оно все равно в основе своей общеправославной Константинопольской, сохраняло некоторые местные интересные традиции, некоторые чисто русские вещи возникли. И на самом деле, конечно, жаль, что вот это самобытное богослужебное гидро, оно было заменено чем-то иным при Патриархе Никоне. То есть да, были некоторые неточности в книгах, но стоили ли они того, чтобы вот так радикально все перестраивать. Ну да, можно было просто редакцию сделать, а не так уж поликалу. Да, поэтому надо ценить те фрагменты, которые остались и которые у нас и продолжают оставаться и в недрах нашей церкви, в единоверческих приходах. То есть это большое богатство. Теперь с этим понятно. Хорошо, а вот хотелось бы примеры и истории возникновения толкований вот в период ну вот после крещения Руси. Вот вот еще Россия не отошла от византийской традиции. Что там возило? Какие толкования? Ну, Русь, я еще раз хочу сказать, Русь в принципе от византийской традиции не отходила, просто она сохраняла свою чуть-чуть традицию, скажем, запада Византии. Свечу несут перед Евангелием на входе. Есть толкование 19 века, что это означает. Ну, например, что свеча означает предтечу. А какое толкование было до того? Все толкования, которые были на Руси до 18 века и потом, так или иначе базируются на византийских. То есть ничего здесь не придумывалось. Все брали от отцов. Но изначально же это просто освидетельный прибор. Не было же. Да. Электричество несли свечу, ну, чтобы не спотнулся дьяков, несущий Ивангель. Надо просто начать немножко раньше. Да. Прежде чем в Византии появились символические толкования, были несколько иные толкования, а именно толкования такие более простые, как вы и говорите. Свеча – это как освидетельный прибор. И эти толкования требовались для оглашаемых. Ранний пример и очень известный пример вот такого объяснения литургии содержится в тайноводственных беседах, которые надписаны именем святителя Кирилла Иерусалимского. В некоторых рукописях святителя Кирилла и еще и Анна Иерусалимского, его преемника. То есть, видимо, Иоанн Иерусалимский принимал какое-то участие. Четвертый век. В этих толкованиях, в этих комментариях нету никакого символизма, а есть только чистый реализм. Зачем вот это? Вот затем. Зачем это? Для того-то. Кроме того, люди понимали сам чин литургии, поскольку он был им еще современен по образу мышления, по языку. А вот потом происходит следующее. С одной стороны, литургия немножечко становится чем-то более таким древним, архаичным для даже жителей Византии. Язык уже не так понятен, и чин канонизируется, превращается в что-то высокоторжественное, но может быть не столь ясное. Это с одной стороны. С другой стороны, литургия совершается постоянно, многократно в течение всей жизни. И когда люди начали жить в христианском государстве, через какое-то время стал просто не очень интересно, что-то еще хочется, маловато. Прямого смысла недостаточно, хочется какого-то дополнительного смысла. И вот тогда появляются символические толкования, как трансформация более древних огласительных комментариев, комментариев для оглашаемых. Самый первый известный пример такого толкования принадлежит неправославному автору Федору Саистийскому. Он еще говорит для оглашаемых, но уже вплетает в свои комментарии некий символизм. Ну, а с 5-го, 6-го, 7-го века такие комментарии начинают все чаще и чаще писаться символически, и их авторы вкладывают в них какие-то богословские идеи. То есть литургия используется как повод поговорить о богословии. И расцвет толкований символических у святых отцов. Да, литургия становится отправной точкой для каких-то других рассуждений, что неплохо. Например, преподобный Максим Исповедник в своем комментарии на литургию показывает, как различные ее этапы, элементы символизируют этапы и процесс духовной жизни и восхождение к Богу. Как в литургии мы восходим к Богу и можем с ним соединиться в Пречащении, так и духовная жизнь, душа восходит к Богу. Другие авторы старались использовать литургию для того, чтобы напомнить людям о Христе, о Евангелии. О том, чему Христос учил, что Он делал. Так становится популярна линия комментариев, которые содержат так называемый изобразительный символизм. То есть литургия что-то изображает. Она изображает начало проповеди Господа Иисуса Христа, крестную смерть и так далее. И эта линия становится более популярной со временем. Теперь же на Руси с момента ее крещения был известен как минимум один комментарий символического характера, приписываемый Герману Константинопольскому, но скорее всего ему не принадлежащий. Сказание о церкви он называется в славянском переводе. И был также известен цикл огласительных бесед святителя Кирилла Руссалимского. То есть нельзя сказать, что на Руси было чистое поле в плане того, как надо относиться к богослужению. Напротив, с самого начала ее снабдили и комментарием, скажем так, реалистическим, и комментарием символическим. Другие тоже комментарии на Русь попадали, и в какой-то момент из нескольких таких текстов был составлен свой уже чисто русский комментарий, но он составной, то есть в нем нет каких-то нововведений в смысле изобретений новых символов или что-то. Это синтетический текст, который составители вплели как можно больше разных линий понимания божественной литургии. Он получил название «Толковая служба» и был популярен на Руси вплоть до Никона. Популярен настолько, что на Стоглавом соборе на него ссылались как на абсолютно авторитетный текст. И как раз несоответствие некоторых исправлений, предпринятых при Никоне толковой службе было одним из поводов обвинить справщиков в отступлении от традиции. Вот, толковая служба, можно сказать, это и есть традиционно русский комментарий. книги, да, 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 переплетаются символизм, относящийся к земной жизни Господа Иисуса Христа и также такой апокалиптический, можно сказать, символизм, когда литургия воспринимается как нечто, зачем скрывается поэтому апокалиптически, то есть нужно проникнуть, увидеть апокалипсис, это откровение, то есть оно должно приоткрыть некие тайны и вот в этой апокалиптической линии сказано, что во время литургии открываются небеса, спускается младенец, входит в дары ну и так далее, то есть по сути раскрывается учение о истинном приложении хлеба и вина в тело крови Христова ну таким вот апокалиптическим языком, который, конечно, очень впечатлял наших средневековых предков. Ну да, такое визионерство такое получалось. Ну вообще опасная штука надо сказать для духовных практик если этому следует, конечно, очень интересно. А вот эти священнические молитвы, которые сейчас занимают твой ум, что там для тебя нашлось что-то новое, интересное. Происхождение или какие-то особые формы и вот в этом плане если об этом поговорить. трудно ответить на этот вопрос, потому что во многом этот интерес уже сугубо академический имеет характер. Ну что ж, попробуй популяризировать этот язык. какие-то вещи могут показаться непонятными. Малозначительные. Да, то есть почему они в таком порядке, а не в другом, или почему эта молитва появляется, а эта исчезает. То есть на самом деле такого рода вроде бы скучные вещи, они очень интересны, потому что за ними что-то всегда скрывается. То есть кто-то сознательно добавил что-то или переставил. И вот интерес состоит в том, что бы вычислить, что же стояло за этой сознательностью. То есть действительно, а зачем это было сделано? Почему? Почему в одних регионах так, других по-другому? Нет ли здесь какой-то связи с жизнью? чисто технически? При переписке могут вкраситься небольшие какие-то недочеты. Пропустить слово может переписчик, где-то не понять, поменять слово на более понятное. Это тоже постоянно происходило в эпоху Рокови. Ну а два ввода предложения поменяли. Да, но вот поменять, скажем, композицию чина, то есть когда две части чины переставлены или вставить новый элемент структурный в чин случайно уже нельзя. Потому что это же будет совершаться. Вот переписчик перепишет рукопись, священник или архиерий, который ее заказывал, возьмет у него и скажет я тебе платить не буду. Я же не могу так служить, что-то здесь все неправильно, не в том порядке. То есть поэтому такие вещи они просто так не делались. Они всегда либо отражают уже состоявшиеся изменения, либо какие-то попытки ввести эти изменения. Какие-то размышления. Да. И рукопись, надо сказать, ведь это очень недешевое удовольствие. Да это понятно. Единственное Евангелие, хорошо исполненное, с миниатюрами, стоило порядка одной-двух деревень со всеми жителями. То есть это очень серьезный затрат. Поэтому рукописи, конечно, есть рукописи и подешевле, и которые сделаны так в попыхах. А вот я хотел спросить. Примерно в 16 веке сколько было у нас храмов на Руси? Не могу сказать. Неизвестно, да? Нет, это, я думаю, известно, но это уже не моя область. Не твоя область. Но вот каждый ли храм имел Евангелие? Каждый. Евангелие это обязательная часть. Но все ли имели настолько вот дорогие, хорошие Евангелия? Многие могли иметь какие-нибудь простенькие. Какой-то скорописью написано. Ну, не скорописью, но на недорогом материале без украшений. Не, ну, без украшений это понятно. Очень дорого стоил пергамент. Но пергамент сменился бумагой. С 15 века рукописи на пергаменте почти нет, потому что это очень дорогая вещь. Ну, да, такая технология обработки. Бумага появилась у арабов благодаря тому, что это Восток и они доходили до Китая, да, по крайней мере, имели контакты торговые с Китаем. У арабов бумага появилась уже даже в 9 веке. И довольно активно уже использовалась в 9-10 веке. Но в христианском мире бумага получает большое распространение только с 14 века. и рукописи, конечно, дешевеют. А еще дальше дешевеют с изобретением книгопечатания. Ну, да. А сейчас можно сказать, что слово стало уже просто бесплатным практически. только читай. Да. Ну, сталкиваешься с другой проблемой. Я вот, мне тоже трудно это понимать, потому что, ну, современному человеку объяснить Евангелие очень трудно. А как человеку 15 века это можно было объяснить, но с другой стороны видя, ну, как священники толковые Евангелия, которые наполнены словесами авторов 4 века, он читал вслух народа, там, пролог. Это и... Средневековая культура была такой неспешной, в отличие от современной культуры. То есть, не было задачи, не ставилась задача кого-то вот научить за какой-то определенный срок короткий, приемлемый. Ну, хотя бы за жизнь. Ну, да, с детства слушали, впитывали, и постепенно такая диффузия проходила. Постепенно, да, привыкали, что так надо. Так же, как и даже система образования, которая появилась и в мусульманском мире, знаменитой Медресе в Средней Азии так были устроены и тогда же или скорее позже, может быть, в Западной Европе, она изначально предполагала просто проживание детей с учителями. И учителя им что-то там рассказывали. Один, два, три или четыре года постепенно этот круг входил в них, переходил, знание передавалось таким образом. Ну, да, через диалоги такие, не очень систематические. Да. Ну, и чтение, конечно, Корана. Чтение, да, и Корана, или в христианских странах чего-то еще, древних греческих авторов в том числе, фирософии. Да, очень интересно. Сейчас ты какие-то тенденции в современной литургике практической наблюдаешь? Практической именно, или научной? в практической, которая вот, ну, могут как-то, ну, оказывается, ну, может, не давление, но вот надо ли не уставить. Да, есть несколько очень серьезных вещей, которые мы, может быть, не замечаем, просто потому, что они рядом. Так бывает, когда что-то очень большое рядом стоит, ты его просто не видишь. Ну, да, ты вот, как специалист, можешь видеть. вот рядом с нами стоит. Во-первых, совершенно небывалое, чего раньше не было, участие мирян в богослужении, а именно, например, причащение. Сейчас идут много споров, как часто надо причащаться. Раз в неделю, или раз в месяц, или раз в две недели, или там, раз в два месяца. Но в любом случае, по меркам старых традиций, это и то, и другое, и третье, это очень часто. То есть сейчас все причащаются, кто ходит в церковь, часто. И даже часто причащаются тех, кто в церковь почти не ходит. Вот это еще один интересный феномен. Люди приходят в храм только чтобы причаститься. Такого никогда не было. Люди ходили в храм, чтобы молиться Богу, а причастие, ну, это один из элементов участия в духовной жизни. То есть это не, нельзя, чтобы духовная жизнь к этому сводилась. А сейчас бывает и такое тоже у некоторых, по крайней мере. Или вот вещь, с которой, можно наблюдать, особенно в спальных районах, больших городов. Литургия начинается в полупустом храме, к причастию. Храм битком забит детьми и родителями, которые их привели. Они причащают детей сами, интересуются, по крайней мере, и уходят с детьми. То есть распространилось такое вот какое-то мнение, что надо обязательно детей приезжать. Это, наверное, хорошо. Но это, в общем, церковь этому учит. Да. Но родители, это должны как-то служить примером для детей. А в любом случае, это первое, что я хотел сказать. Очень частое причечение и вообще активизация такого участия мирян и в церковной жизни, и в церковной деятельности. Потому что, если взять Российскую империю, были приходы. Приходы жили по накатанной, по какой-то традиционной волне. Был батюшка, псалорчик. Ну, как село там заведено. Да. Все знали, что там на праздник нужно... На праздник нужно батюшке принести курочку или еще что-то. Но не более того. То есть никто не пытался даже вот этот традиционный веками сложившийся уклад менять. А сейчас, если человек заинтересовался церковью, он хочет там какую-то сразу иметь роль, что хорошо, это пассионарность, активность, это нужно очень ценить. Но это в то же время и проблема, с которой нужно как-то что-то делать. Направлять эту энергию в правильный рост. С одной стороны. С другой стороны... А у тебя какие-то мысли есть? Если вот мы с тобой сидим как два священника, вот как бы ты... Вот как ты считал, было бы лучше, органичней, я бы даже сказал, красивей, эффективней с точки зрения познания христианства? Ну, я считаю, что нужно учитывать как раз те фундаментальные изменения, которые произошли в образовательной сфере в целом, не только в церковной, и вообще в отношении людей к информации, к темпу жизни и прочее. То есть, если у людей есть интерес, нужно его всячески приветствовать и предоставлять людям что-то, чтобы этот интерес насыщать. А вот в смысле частого причащения? Да, ну, если человек хочет в церкви что-то делать, очень хорошо, но церковь должна ему тоже помочь объяснить, что на самом деле из себя представляет духовная жизнь, церковная жизнь. Также и в смысле частого причащения. Само собой, да. Не должна наша деятельность сводиться только к священным действиям. потому что священное действие необходимо для спасения. Литургия как некий венец. Да, но что-то нужно нам, священникам, делать в области беседы с людьми, проповеди, не только в храме в конце службы или в середине службы формальной проповеди, а помогать людям больше задействовать все свои стороны своей человеческой природы. То есть не только приходить в храм, но и интеллектуально как-то развиваться в этом направлении и так далее. Важно, что это влияет, мы хотим это или нет, это влияет на благослужение. Это вот одна сторона. Затем, конечно, очень влияет доступность информации. То есть как раньше люди молились? Так заведено и все. Как теперь люди могут молиться? Они говорят, а вот нам не так, а вот устараврятся по-другому, а вот греки, они вообще не так делают все и так далее. То есть это, конечно, тоже очень влияет на литургику. И плохо или неплохо, это не нужно оценивать в этих категориях, плохо или неплохо, это просто факт. И исходя из этого, нужно строить свою деятельность дальше. С одной стороны, не должно быть в благослужении постмодернизм, когда все безразлично. И можно найти цитату отсюда, цитату отсюда, и как бы все это так вот. А смысла на самом деле нет, как утверждает постмодернизм. Смысл-то как раз потому, что есть. Но с другой стороны, это позволит обогатить благослужение. и показать всю многогранность то, о чем я говорю. То есть приобщение, может быть, каким-то другим подходом в области литургики. в этом смысле можно себе представить, что где-то есть идеал. И вот я вижу стремление к тому, чтобы у себя, в зоне ответственности священника, игумена, происходит согласно тем его представлениям. Все хотят не только сформулировать, но и воспровести некий идеал богослужения. И вот эти идеалы все чуть-чуть разница. Вот один на одном больше концентрироваться, другой на другом. А ты чувствуешь какой-то... Дело в том, что сам такой подход, что есть идеал. Ты не настоятель в храме? Я служу в храме, который является приписным. То есть я не настоятель, но самостоятель. Понятно. То есть ты можешь вполне формировать богослужение, на него реально влиять. Да. Но вот у тебя есть то, к чему ты стремился? Дело в том, что сам такой подход, что есть некий богослужебный идеал. Ну, это к примеру. Да. Но он предполагал бы, что есть совершители богослужения, которые этот идеал формируют, и есть пассивная аудитория, которая присутствует в храме. А на самом-то деле богослужение вовлекает всю церковную общину, и поэтому идеальное богослужение будет только тогда, когда все будут в нем осмысленно участвовать. Это, вообще говоря, не очень достижимо, но к этому можно стремиться. как бы думая о том, какая доза общецерковной молитвы, она доступна моей пастве. Вот, допустим, три часа это предел для вечернего богослужения. Вот. Например. И сейчас в силу уже того, что и я старею, очень многие вещи, которые у нас когда-то были, ну, например, когда я был помоложе, на богослужении, когда мы прославляли всех русских святых, я читал все имена. Я это делал с большой радостью, и это для души доставляло прям, ну, я не знаю, я всю неделю после этого ходил в определенном сцене. А сейчас я просто физически это не могу уже, так сказать, воспроизвести. Приходится отступать. Ну, это просто один из примеров. Ну, как-то вот меняем. Ну, например, место великого освещения воды вот на богоявлении. Как вот так сделать, чтобы, было максимально удобно максимальному количеству людей, и в то же время вот не выразить недоумения в том, что сложилось к этому моменту. Ну, благо, что богоявление, оно раз в году, там, человек немножко забывается, но такая тоже проблема существует. Ну, вот что насчет богоявления? Как, в чем проблема? Ну, мы вот на следующий год решили так. Великое освещение воды делать между ранней и поздней. Один народ отставил раннее, совершили, а дальше идет раздача воды. А те, кто хотел участвовать в великом освещении и приходят на позднее, приходят на час раньше участвовать. Ну, может быть, это и правильно. Ну, вот когда-то у меня было так. С этими двумя освещениями история вообще такая. Согласно типикону, как все знают священники, оно одно. Накануне. В чем накануне? Накануне, да. Но на другой день традиционно ходили на реку. То есть, вот, русской традиции, старой, первый день было освещение в храме, и эта вода считалась той водой, которую нужно брать с собой. Именно эта вода. Вот откуда взялось вот это вот немножко суеверное развлечение боговилецкой и речевской воды. Мы всегда смеемся над этими бабушками, говорим, это все ерунда. Ну, понятно, что богословский это действительно не имеет значения. Ну, два части, один, два части. Да, я согласен. Но это имеет историческое происхождение, то есть, это не с потолка взято. Потому что на Руси первый день накануне боговиления воду освещали в храме, и она раздавалась молящимся. А вот на другой день шли на реку. И это было как уже праздничный крестный ход. Шли с пением, не просто даже шли, а с пением канона, или, по крайней мере, эрмосов канона боговиления, как на Пасху. На реке освещалась прорубь, никто в нее, конечно, не залезал у нас зимой, это небезопасно. Но... Нет, может кто и залезал, но такого не было, чтобы МЧС купать. Что хочу сказать, что статус второго освещения воды, он как бы всегда был иным. Традиционно. В традиции русской церкви это был иной чин, несколько по-другому он шел, совершался по другим порядкам. Вот, в нем был, например, канон. Но чин все-таки был? Альтернативы на чина не было. Это тот же чин, но он совершался в другом месте, не в храме, а на реке. Он представлял собой скорее шествие, чем чин, то есть скорее такое уже праздничное гуляние. И вот еще была такая традиция, добавлялась молитва, или иначе она называется пролог молитвы, предисловие к молитве. О том, что сегодня за день. Очень красиво. Она есть в требовании Петра могилы. Да, я побежу. Красивая, да. Вот была традиция ее прибавлять к молитве Великого Священного. Например, по ремии читаются накануне, и дальше идут молитвы. А на самом день праздника вместо по ремии это как вот торжественная такая полупроповедь, полумолитва. И потом уже в Велике Господи идет. Ну да, тут ко мне одна женщина пожилая пыталась, ну вот какая вода шибче, иорданская или крещенская? Вот. Ну вот, я пытался как мог объяснить, но я понял, что не поколебал. Что что-то вот... А она сама не могла понять, а какая иорданская? При всем таком несколько отношений к народу и народным этим поверьем пренебрежительным, который встречается, на самом деле народ-то он хранит, может быть, даже сам того не понимая и не знаю, какие-то архаичные традиции. Другое дело, что нужно уметь объяснить, в чем эти традиции. С одной стороны, как всегда, лучше придать им форму. Да. Уже. Я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя поощрять суеверие, но соединить вот саму как бы вот эту вот консервативность, ее нужно. В этом есть преимущество. Церковь, она славится консерватизмом, в хорошем смысле слова. Вот. Ну вот, наше время уже практически истекло, отец Михаил Дорогой. У меня к тебе последний вопрос. Мы в семинаре проходили, но я забыл. Вот Рождество Христово, какой языческий праздник Римской империи вытеснило? Ну, дело в том, что нельзя сказать абсолютно точно, какой. Нельзя. Да, есть разные теории, но наиболее распространенная теория, что это день непобедимого солнца. То есть, был некий день непобедимого солнца. связанный с вот этими астрономическими циклами солнца, когда за... Примерно 25 декабря падало. Да, дело в том, что в Римской империи многие памятные даты происходили за несколько дней до окончания месяца. Это была одна из таких дней, когда устраивались гуляния. Поэтому у меня вот... Это солнце ассоциируется со сверховным божеством, с Юпитером. То есть, это одновременный праздник в честь Юпитера. Это всего лишь одна из теорий. На самом деле до конца ясности нет. Почему именно так? Вот я оставил это на потом, чтобы ему спрошу у человека, который в этом разбирается. Ну вот, дорогие братья и сестры, какая интересная наука-литургика, которая есть отпечаток всей духовной жизни церковной. Спасибо вам за ваше внимание. Я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, окунуться в эту стихию нашего богослужения. Все вам доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова